добрый день дорогие мои друзья мы с вами продолжаем тему корсетов и я хочу вам показать следующую историю вот посмотрите в результате моделирования мы с вами получили две вот таких чашечку состоящую из двух частей вы можете сделать здесь еще один шовчик допустим нижняя часть чашечки вот эта нижняя чашечка можете его не делать это тоже по вашему желанию усмотрению да но что я хотела бы дальше вам обязательно сказать что нам нужно ввести во первых институт контрольных точек а во вторых мы хотели сделать верху маечку посмотрите как нарисовать сначала маечку берем вот эту верхнюю деталь но нижняя деталь она пришьется у нас вот сюда посмотрите да вот так мы же вытачку там пропустили то есть нужно будет сделать перечеркнуть контрольные точки где у нас вот она контрольная точка да будет обязательно вот она будет контрольная точка можно так перечеркнуть посерединке еще одно сделать контрольную точку контрольных точек много не бывает это центр груди контрольная точка так затем вот эта часть она вот сюда вписывается у нас вот сюда вот сюда вписывается у нас а вот да вот сюда она вписывается потому что это доходит до линии груди все верно так значит вот здесь будет контрольная точка и можно еще вот так перечеркнуть контрольную точку то есть вы сами их придумываете и сами их выводите уже на своем изделии затем это была нижняя часть у нас посмотрим на верхнюю часть вот у нас верхняя часть она вот так выглядит куда она пришивается выточку мы закрыли объединили и они у нас стали теперь вот такими вот сюда на у нас пришла вот сюда я похоже потеряла вот этот вот уголочек вот так вот она у нас пришла допустим и мы должны нарисовать маечку очень мелкими трудно работать и вот так вот так вот так мы можем нарисовать маечку с вами это будет маечка которая будет добавляться тогда вот этот шов продлится вот сюда эту маечку надо поддержать мы ее поддерживаем точно так же симметрично оформляя на спинке так так копируем все вот эти вещи ну и сзади делаем например так как хотим если мы хотим бретельки значит мы вот здесь рисуем какие-то бретельки если мы хотим маечку мы можем перейти вот на такую маечку ну и конечно очень все это при моделировании делать нужно аккуратно и очень очень аккуратно и осторожно я потеряла один уголочек ну ладно теперь уже его не найду потому что мелкая вот это была деталь видите вот тут немножечко я с срезала а не надо было срезать потому что мне нужно еще вот этого точечка была начала она будет где-то здесь вот так вот она будет выглядеть вот так и вот так и вот тогда это уже будет точно и так вот корректно но не получилось очень очень мелко очень мелко и очень я расстроена за того что опять плохо показывает у нас эта камера ну что ты будешь делать с этими камерами прямо не везет и все такая вот невезуха вот так вот у нас должно быть но суть в том что я думаю что вы все равно меня поняли и здесь контрольные точки это у нас вот это вот нижняя линия вот так соединяем это между собой и получается у нас наверное вот такая не хочется загромождать пусть эта деталь живет отдельно вот вы понимаете что она будет у нас пришиваться вот сюда вот собственно говоря коротенькое дополнение к такого рода корсетом и на базе уже вот этих вот нехитрых вот таких приемов моделирования вы можете делать потом дальнейшем множество множество самых разных вещей кому что нравится кому что хочется начиная от летнего сарафана и заканчивая нижним бельем и какими-то купальниками если говорить о купальниках значит надо помнить что шьем мы их из материала бифлекс бифлекс тянется поэтому использовать построение нужно обязательно минусовые прибавки для купальника и по груди и по талии и по бедрам конечно нужно брать минимум минус 2 минус 2 и минус 2 и уже потом например очки это все добавлять корректировать и уточнять настолько насколько будет у вас или не будет тянуться вашим ваше изделие но и по технологии чтобы завершить тему купальников но что хочется сказать по технологии давайте посмотрим на отдельном листочки это уберем швы наши чертить рисовать будут черным вот таким цветом что такое регилин во первых если уж говорить о корсетах регилинами называется вот такая вот полосочка она обычно бывает для корсетов узенькая жесткой жесткой вы того вот такой вот вот так вот у нас выполнено как китовый ус раньше назывался продается на метраж вот такая узенькая полоска и мы ее обычно настрачиваем на припуск при пуске в данном случае отгибается обычно за утюжку то есть в одну сторону как это выглядит вверх при пуск отогнули сюда верхний срез второй припуск отогнули сюда здесь моего прошили эта строчка рельефа любого а вот это регилин вот эта полосочка который называется регилин я ее обычно двигаю вот сюда между вот этими двумя припусками и двигаю ее близко вот к этому срезу и прошиваю прям по ней вот так три слоя припуск регилин припуск и вот так ее пришиваю настрачиваю этот регилин между двумя припусками любого рельефа вот такая технология обработки но понятно а этот срез можно просто срезать потом лишний срез вы даете там допустим 1 и 7 полтора сантиметрика да а регилин вот этот он бывает 0 5 мне нужен 0 5 0 7 вот такая у него ширина вот в этом месте да 0 5 0 7 и по метражу я отрезаю столько сколько мне нужно еще нужно учитывать следующее конечно этот регилин он не гнется и поэтому начинать его сразу от среза нельзя нужно обязательно отступать на величину припуска на обработку верхнего участка до который как вычисляется допустим вы оставили 0 7 после осноровочки значит эти 0 7 отогнуться еще сюда значит примерно и чтобы не мешало вот этот вот регилин не мешал этим припуском нужно укоротить регилинчик относительно длины всего шва в крое сантиметра как минимум на полтора 0 7 здесь 0 7 отогнется сюда то есть регилин надо выкраивать уже вот такой длины и мало этого конец вот этого регилина нужно обязательно как-то защитить можно его просто обогнуть кусочком ткани на два раза и вот так вот застрочить хорошо потому что у него настолько бывает острое осье вот эти вот составляющего очень острые они продирают эту ткань и ткани рвется потом в конце концов и ранит наше тело чтобы этого не приходило не происходило кусочки регилина обычно сверху вот так да и снизу я обязательно огибаю вот этой нашей ну какой-то тканью какой-то косой беечкой и пришиваю в два три слоя там ткань эту делаю и пришиваю вот так вот туда чтобы защитить чтобы не было таких вот провалов но что еще сказать бывают регилины металлические бывают эти регилины вот это пластиковые а бывают регилины металлические они уже имеют свой конкретный размер металлические регилины они как правило вставляются в кармашек который для них выбирается как получается этот кармашек кармашек может получаться после того как вы допустим вот ваш опять шов вы работаете с этим швом да вы его здесь прошили вот это то что у вас прошита вам надо вставить металлические или пластиковые вот этот готовый регилинчик и поэтому для него выбирается этот шов тут могут быть тоже разные варианты первый вариант следующий прошивается ткани насквозь вот так вот так прошивается ткань да то есть вы уже на лице видите строчку в этом варианте на лице строчек никаких нет потому что вы пришиваете только припуски а в этом варианте вы видите на лице строчку как она выглядит вот это сгиб такой да и вот здесь вот у вас пойдет строчка а сюда вот сюда вы вставляете уже пластиковый или металлический вот этот регилин то есть нужно предусматривать какие-то отверстия то есть этот регилин вставляется вот сюда вот сюда вот так вот заводится и там он остается жить или для него оставляется место если верх запакован низ запакован конечно же да то для него можно оставить непрошитым какой-то участок вот допустим здесь здесь и уже вот в это отверстие этот регилинчик туда вовнутрь завести вот такой вот так и это внутрь вот в этот кармашек опять же можно сделать второй вариант если вы не будете не хотите вот этой строчки наверху видеть то вы можете сделать можете сделать вот так прошить только здесь тра-та-та-та-та-та прошить здесь вот эта основная строчка а регилинчик вставляет между припусками вот сюда ну и опять видимо придется делать для него какой-то кармашек этим пользуемся крайне редко только в исключительных случаях а чаще всего пользуемся вот таким вот регилинчиком ну вот на этом наверное можно закончить наш экскурс в тему вот этих корсетов что смогла рассказать рассказала что смогла показать показала но я думаю что вам все-таки стало понятно если что-то непонятно задавайте вопросы как смогу чем так отвечу на них с удовольствием и присылайте какие-то свои темы которые вам было бы интересно рассмотреть я буду разбираться с этим вопросом и помогать вам и так всегда ваша галина коломейка всего вам хорошего